Древнее китайское изречение гласит, чай это дитя неба и земли. Если учесть, что сыном неба в этой стране называли императора, становится понятно, как высоко ценили древние китайцы этот напиток. Мы, сотрудники программы Восточный экспресс, давно хотели сделать программу или сюжет, посвященный китайской чайной церемонии. Это довольно древняя традиция, насчитывающая уже более нескольких тысяч лет. И китайская чайная церемония в различных районах страны происходит не одинаково. Сейчас мы показываем вам, как это делается с их в чайном домике, расположенном в гостинице Пауэр. Вот посмотрите, как здесь все обставлено хорошо. Вот глиняная посуда, вот фарфоровая посуда. То есть та посуда, которая используется в китайской чайной церемонии на протяжении уже многих столетий. Посмотрим еще на другие атрибуты этого чайного домика. Вот посмотрите, как на подставке красиво выглядит иероглиф «чай», сделанный из корней дерева. Ну, а теперь сам чай. Ну что ж, попробуем. Вы первый раз здесь? Да. А вы? Да, тоже первый раз. Тоже первый раз. Пока специалист готовится к совершению этого почти священного обряда, еще несколько слов о китайском чае. Его история насчитывает не менее четырех с половиной тысяч лет. Уже в третьем-четвертом веках новой эры, по западному летосчислению, чайный куст приобрел современную форму и стал постепенно занимать все большее место в китайском земледеле. Ныне это высокоразвитая индустрия с высоким экспортным потенциалом. Здесь используется особая вода, не такая, как для обычной трапезы, а родниковая или специально очищенная вода. Теперь другая стадия чайной церемонии, это заваривание чая. Весь процесс занимает некоторое время, поэтому приходится ждать. В этом и заключается традиционность всей церемонии. Субтитры создавал DimaTorzok Человеку непосвященному эта церемония покажется излишне усложненной. Посмотрите, как это делается. Вот мы достаем высокий стаканчик из маленькой чашки и попробуем обонять запах этого напитка. Во многом это определяет и предстоящее наслаждение самим чаем. Замечательно. Ставим. А теперь можно пробовать. Можно? Криво? Разумеется, чайная церемония – это событие неординарное. И не каждый день люди приходят насладиться всеми четырьмя компонентами этого процесса в такое вот специальное заведение. Гораздо чаще пьют чай дома, в обычном ресторане, а в южных районах Китая даже на улице. При этом образованный китаец хорошо знает, что чай бывает как минимум восьми или десяти видов. А уж они подразделяются почти на сотни и тысячи сортов. Все зависит от формы чайного листа, от климатических условий, в которых он вырос. Немаловажен еще и способ обработки листьев, так называемой ферментации. Бывает чай зеленый, красный, желтый, белый, жасминовый, цветочный, фуэр, лун. Надо быть знатоком этого продукта, чтобы оценить качество каждого сорта. И свойства у них не одинаковые. Например, зеленый чай разгоняет так называемое застойное дыхание. И очень чувствителен к перемене влажности в воздухе. А пуэр или черный чай чем старше, тем лучше и ценится прежде всего за свой отменный вкус. Чай цветочный издавна считается народным напитком. А желтый много веков подряд подавался только в императорском дворце. И секрет его изготовления запрещалось выдавать под страхом смерти. Нынешние чай торговцы предлагают невероятный по ассортименту выбор своего товара. И цены на него варьируются от 60 юаней за полкилограмма до 3000 юаней. Чтобы познакомиться хотя бы с частью этого культурного наследия Китая нужен не один визит в эту страну. Вы знаете, чай в России начали пить начиная, кажется, с 17 века. И первая партия чая пришла именно из Китая. И даже само слово чай китайского происхождения в других европейских языках в английском в французском в немецком это тоже используется старинное китайское слово. Только вот я знаю, что в польском, например, используется слово хербата, которое означает трава. Но китайская география по своему написанию связана с травой. И для нас это растение частью культурной традиции. Но сейчас Китай главный экспортер к чаю. Ну вот после этого сюжета я надеюсь присмотреться к нескольким сортам китайского чая и начать их регулярно употреблять. Ну а сейчас нам остается только попрощаться, пожелать нашим зрителям всего наилучшего. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok